Приветствую снова вновь с этим качественным звуком на своем канале. И в этом видео мы не будем говорить про воздержание, либо же про какие-то наши аскезы. Мы сегодня будем обсуждать то, где я живу, Францию, какие здесь люди и в принципе, стоит ли здесь жить. В первую очередь я вам скажу, что люди это твое отражение. Если в тебе все максимально благостно, внутри ты уравновешенный, в тебе нету страха, в тебе лишь любовь, вот как в этом голубе, который прилетел и с окна смотрит на меня, то ты будешь, мой дорогой друг, счастлив абсолютно везде. В России, на Кавказе, в Японии, в любом месте. Потому что я вот сейчас представляю, я вот приехал с Азербайджана во Францию. И если я сюда вернусь в состояние, в котором нахожусь я сейчас, в состоянии любви, я буду там тоже счастлив, потому что у меня есть эта внутренняя сила. Но я здесь был в состоянии страха во Франции. То есть я был напуган, я был напуган конфликтными ситуациями. Я боялся бомжей, что ко мне кто-то подойдет, что-то будет у меня просить. И ко мне подходили, потому что я боялся. Потому что, извиняюсь, подобное притягивает подобное. Если ты боишься чего-то, ты это к себе притягиваешь. Я не буду вас сейчас пугать, возможно у вас не так, но у меня это лично так и работает. Если я начинаю чего-то бояться, это приходит в мою жизнь. Как говорится на азербайджанском, Это типа на страшный, на боящийся глаз, который боится, да, тебе попадает камушек или какая-то грязь. И люди здесь достаточно такие отзывчивые во Франции. То есть они, вот если ты начинаешь с ними общаться уверенно, заряжаешь их своей позитивной энергией, Они также тебе ее зеркалят в ответ. Я не знаю, как в России, допустим, потому что я в России не был. Вы можете написать про свою страну в комментариях. Но, по крайней мере, во Франции так. Так, сами французы, именно коренные, которые здесь, они такие культурные, общительные, приятные, располагают к общению. И мигранты тоже. Я не осуждаю мигрантов, потому что среди них тоже очень много открытых, раскрепощенных, добрых людей. Я не знаю, раскрепощенные это плохое или хорошее слово. Я имею в виду, что они открыты, как я. То есть они такие же, как и я. Потому что я тоже определенного рода мигрант, потому что я приехал за границей сюда. И мигрировал, грубо говоря. И люди, они везде люди. Не имеет значения, какой они национальность. Во Франции очень строго с этим. Вот если ты оскорбляешь какую-то национальность, это дискриминация. Если ты оскорбляешь человека другого цвета кожи, либо другой ориентации. Про ориентацию я ничего говорить не буду. Но я буду говорить сейчас про национальность. Что национальность, вот я общался со всеми людьми самой разной нации. И понял, что даун, если человек дебилоид, это только без разницы он француз, либо другой национальности. Это дело в самом человеке. Дело именно в нем, а не в его цвете кожи или его происхождении. Вы скажете, ну большинство же там с иммигранта, вот с них основные-то проблемы идут. А я вам скажу, что я среди них тоже встречал достаточно таких хороших людей, с кем можно поконтактировать, подискутировать на разные темы. Поэтому у каждого свой опыт и каждый говорит со своей позиции. И я свою точку зрения вам сегодня в этом коротком видео изложил. Если вам было приятно посмотреть, и вы хотите больше информации про Францию, если вы хотите сюда приехать, вы можете написать свой комментарий, либо же поставить лайк под это видео. Я с радостью его оценю, ну вернее внутренне. Мне будет приятно, что вы меня поддерживаете. А я с вами прощаюсь. Вот уже ноутбук говорит, что Амит, пора закругляться. Поэтому всем спасибо и до новых встреч. И напоминаю вам, что у меня есть телеграм-чат, в котором общаются единомышленники по воздержанию. То есть если ты практикуешься либатно, у тебя нет друзей, ты можешь вступить в наш чат, и у тебя появится очень много единомышленников-друзей, которые будут с радостью тебя поддерживать на твоем духовном и материальном пути. Всем удачи и до новых встреч.